А вот изобретатель и блогер Игорь Артёменко взял на себя более амбициозную задачу. Его изобретение, если тестирование завершится удачно, сможет улучшить практически любую машину с бензиновым двигателем. Вот этот водородный генератор я разработал специально для машин. В принципе, он состоит из анодов и катодов, несколько паучих пластин, резина здесь устойчивая к щёлочи, два отверстия для выхода газа, два для поступления электролиза. Данную модель я хочу поставить на машину и произвести замеры, будет ли экономия. Друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Garnage Life. Меня зовут Игорь и я увлекаюсь водородными разработками. Вы, наверное, помните версию генератора 3.1, которую вот вы сейчас видите. Я её разрабатывал специально для автомобиля приблизительно год назад. Слава богу, я её всё-таки смог довести до ума. И осталось дело за малым. Поставить её на автомобиль, произвести замеры и узнать, есть ли возможность экономить бензин от водородной установки. И мы с вами приступаем к монтажу данного девайса на автомобиль. Ставить мы будем на Мерседес, Гелендваген, так называемый квадрат. Машина довольно большая и, самое парадоксальное, в ней практически нет места, куда можно поставить водородный генератор. А уж тем более найти место для магистрального фильтра, который служит в нашей установке осушителем для газа. То есть он переработан, доведён до ума слегка и позволяет газу выходить из нашего водородного генератора, осушаться и дальше по системе поступать в воздушную камеру. Первая и самая главная проблема, с которой нам пришлось столкнуться, это куда устанавливать всё это дело. Мы, наверное, потратили огромное количество времени, прежде чем найти, куда это всё дело поставить. Прежде чем ставить, мы всё это дело благодаря электрику смогли подсоединить. Кстати, как я ранее говорил, у нас питаются, подключаются и под напряжением всего лишь три пластины. Остальные пассивные пластины, плавучие, так называемые, они как раз, в принципе, и позволяют нам увеличить газ и при этом не такую нагрузку потреблять. Как вы видите, при 10 амперах довольно хороший выход газа, и это с учётом того, что у нас всего лишь 12 вольт потребления. Всё это дело мы протестировали пока вне автомобиля, ну а потом приступили к монтажу всего этого дела. Генератор водородный пришлось ставить в районе защиты, то есть спереди, максимально прижав его к бамперу. И это связано с тем, что у нас же отверстия с двух сторон, то есть у нас 4 отверстия, по 2 отверстия на каждую из сторон. И нам не очень хотелось заглушать. Так просто, если использовать только 2 отверстия, то генератор не так эффективно производит газ, то есть он не на все 100% работает, а вот благодаря двухсторонним отверстиям электролит максимально быстро заполняет наш водородный генератор и довольно эффективно отдаёт газ. Дальше газ по магистральному фильтру поступает у нас в масло-влагаотделитель или осушитель и уже через огнепреградительный клапан в воздушный фильтр. В воздушном фильтре нам пришлось сделать отверстие, поставить туда что-то вроде фитинга и быстросъём, для того чтобы можно было в любой момент снять или поставить. Если вдруг эксперимент пойдёт не по плану, всегда можно будет снять эту штуку. Ну, в общем, друзья, самый такой второй момент, который очень-очень-очень-очень оказался нехорошим, это то, что не изолировали мы водородный генератор и при контакте с кузовом автомобиля наш шим отрубался. Скорее всего, вы тоже, если будете ставить и экспериментировать, столкнётесь с аналогичной проблемой. Лучше всего генератор изолировать таким образом, чтобы он вообще никак не контактировал. Но у нас это было, видите, практически спонтанное решение. Хозяин автомобиля пожертвовал свой транспорт для данного эксперимента. И так же, как и я, не был готов к тому, что мы столкнёмся с подобной задачей изоляции. Он довольно находчивый парень, и он смог в процессе изолировать. Также он смог найти какую-то пластину, и мы изначально просто тупо прикрутили водородный генератор прямо к защите каким-то примитивным кронштейном, и хомутами закрепились к бамперу. Да, я понимаю, что, скорее всего, в будущем, в следующих роликах я вам покажу уже совсем другое место расположения данного генератора, потому что данное решение на самом деле не очень прикольное. Ну и, в принципе, в процессе тестов и экспериментов, я думаю, многое поменяется. И если вы вдруг не подписаны на мой канал, рекомендую подписаться, потому что позже будет отчёт. Отчёт о том, что сделали не так, что сделали так, что довольно эффективно оказалось, а что не очень. Ну и также самое главное, повторюсь, есть ли экономия от газа, если он поступает у нас в воздушный фильтр. В интернете огромное количество людей, которые рассказывают, что, да, водородные генераторы позволяют экономить горючее, и некоторые даже заявляют, что чуть ли не 25% происходит о экономии. Ибо газ выступает катализатором, который позволяет довольно эффективно сгорать бензину, тем самым увеличивая её мощность, ну и, в свою очередь, экономия горючее. И вот как раз мы доросли до этого эксперимента, чтобы это всё протестировать. И в следующих видео, я думаю, мы с вами сможем воочию убедиться, есть от этого смысл или нет. Наш генератор установлен, шим мы разместили в бардачке. Шим позволяет регулировать в процентных соотношениях амперы, тем самым мы можем регулировать подачу газа в наш генератор. Если видео оказалось вам полезным, и вам интересны подобные эксперименты, и вы в целом любите что-то такое сверхбезумное, то обязательно подписывайтесь на канал. Ну а я, в свою очередь, буду вам рассказывать подробно, как и с чем мы столкнулись. В общем, друзья, спасибо за лайк, спасибо за подписку. Пока-пока.